здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим с вами не просто о социальной защите как мы часто говорим наших программах а поговорим о таком новом словосочетании которая пишется и слышится так социальный контракт что это такое и как он работает у нас гостях заведующая отделом люберецкого окружного управления социальной защиты населения елена николаевна плужникова здравствуйте ли никола ну соцзащита всем известное сокращение социальная защита полное название сейчас вроде бы на самых различных уровнях начиная с президента заканчивая что называется чиновниками на местах работы идут выплаты идут их много по разным направлениям иногда этот процесс сложный не обходится без каких-то там ошибок и так далее где-то люди не знают полной информации на что они могут рассчитывать кстати в медицине тоже не все знают что они какие есть скажем так не только обязанности права поэтому появление вот этого словосочетания социальный контракт наверно для многих это новинка давайте начнем с того почему он появился кто был инициатором или что был инициатором что это такое с чем его едят что называется буквально в этом году в апреле месяца были внесены изменения в закон москву закон московской области о государственной социальной помощи как раз таки было внедрено новые понятия это государственная социальная помощь на основании социального контракта что такое социальный контракт это своего рода такое соглашение между гражданином и органом социальной защиты целью этого социального контракта является выведение семьи за черту бедности выведение из трудной жизненной ситуации чтобы эта семья получала больший достаток скажем так и себя хорошо так скажем чувствовала к социальному контракту разрабатывается также программа социальной адаптации этот своего рода план мероприятий по выводу семьи из-за сложившейся ситуации и гражданин и семья в целом они выполняют эти мероприятия по достижению определенных целей кто претендует на заключение данного социального контракта четкое условие что претендовать на заключение данного контракта могут малоимущие семьи либо малоимущие одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста у которых средний душевой доход по независимым от них причинам не превышает прожиточный минимум установленные московской области в зависимости от социально-демографических групп прожиточными не можешь едины до для московской области он единый но у каждой социально-демографическая группа и свой размер то есть например для трудоспособного населения на сегодняшний день это 14 987 рублей на детей это 13 тысяч пятьсот тридцать один рубль вернусь к этому названию то есть слово контракт подразумевает некое соглашение да как вы сказали некий договор то есть это как бы предложение со стороны государства к тем людям которые оказались ситуации которые вроде бы как особо ну скажем так глобально ни на что до этого не претендовали да но то они находились либо у черты бедности до либо уже за этой чертой бедности как бы государство предлагает им некую помощь чтобы хотя бы вытащить их из этой западни и по возможности ну скажем некий такой своеобразный аванс для того чтобы они наладили свою жизнь и глядишь там дальше пойдет работа и так далее правильно да совершенно верно до граждане я уже повторюсь что они являются малоимущими семьями да на сегодняшний день предусмотрены тоже другие мер социальной поддержки для этой категории но вот эти мер социальной поддержки дополнили как раз социальным контрактом дополнительно ко всем предыдущим мерам то есть конечно да направлено это именно на определенные мероприятия дальше расскажу вам про них за счет которых они смогут потом повысить доход своей семьи и у них они уже выйдут за черту бедности ну хорошо это давайте мы предположим да некая семья которая попадает в такую ситуацию она могла попасть не потому что она там все время до находилась до сложились обстоятельства год например даже нас сейчас пандемии у всех да немножко поменялась ситуация наверное у кого-то серьезно у кого-то менее меньше сложности было тем не менее кто-то оказался в этой самой черты бедности и люди к сожалению ко всему привыкают да иногда привыкает к этой ситуации а некоторые не готовы принять это и хотят все-таки вернуться к более менее нормальному образу жизни который мы называем хотя бы где там среднем да вот они вправе обратиться к вам и опять же вот у многих сейчас возникает ощущение вот суммы которые вы назвали что-то на люди которые никогда не работали кто никогда ничего не делали может быть там алкоголики какие-то наркоманы вот как понять вот этот социальный контракт заключается с кем если человеку например дают какие-то деньги но условно говоря он взял пропилы на этом его контракт закончился вот есть такая наверняка мне кажется сейчас мысль у многих наших телезрителей как выбираются эти семьи эти люди эти граждане нет ну конечно же граждане самостоятельно вправе подать любой гражданин в праве подать да мы конечно же будем рассматривать их доходы семьи естественно и к сожалению да вы правы что буквально с прошлого года у нас действительно увеличилось количество получателей таких мер социальной поддержки поскольку очень многие остались без работы которые встали в центры занятости очень многих сократились заработные платы потому что кто-то на удаленную работу до перешел поэтому увеличилось количество и как раз таки вот государство хочет помочь таким семьям которые хотят выйти из этого положения вот на определенные нужны на что можно будет заключить соцконтракт который поможет им последствиям ну а как быть вот этим вот как раньше говорили не очень как сказать ответственными гражданами которые тоже услышат что о тут способ что-то мне что-то дадут и как-то как-то это проверяется чтобы деньги не ушли в песок конечно то с программа социальной адаптации который разрабатывается к социальному контракту она подразумевает собой определенную отчетность со стороны граждан и семей которая предоставляется в органы социальной защиты ежемесячно с предоставлением оправдательных документов куда потрачены эти денежные средства ну собственно говоря то есть контракт мы предлагаем договариваемся и потом они выполняют мероприятия и предоставляют отчетность давайте мы еще раз напомним кто же на сегодняшний день может заключить контракт еще раз так сказать чтобы кто-то сейчас может быть прослушал начала а он может быть и попадает в эту группу еще раз да малоимущие семьи и одинокие мал одиноко проживающие малоимущие граждане трудоспособного возраста у которых средний душевой доход на сегодняшний день не превышает величину прожиточного минимума установленного московской области в зависимости от социально-демографической группы то есть для трудоспособного населения это 14 987 рублей и на детей 13 тысяч пятьсот тридцать один рубль ну давайте идем дальше есть еще один такой вопрос мероприятия на какие мероприятия может заключаться вот этот самый социальный контракт это новый такой способ помощи государства людям законом московской области предусмотрено 5 направлений на что может быть заключен социальный контракт первое это поиск работы второе осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности следующее введение личного подсобного хозяйства мы можем оказать содействие в прохождении процедуры банкротства и пятое это иные мероприятия направлены на преодоление конкретной трудной сложившейся трудной жизненной ситуации но исходя из того что вы говорите это в принципе особенно вот последняя до функция любая сложная ситуация может быть рассмотрена и по ней могут быть приняты какие-то меры скажем так да или это позволит заключить контракт вот и опять же странно но возникает такой вопрос что многие люди даже не в курсе того что происходит про социальный контракт но потом может быть новшество потому что по телевизору даже не особо идет реклама этого социального контракта и так далее возможно в будущем это будет более разрекламированные люди поймут что к ним действительно могут прийти на помощь потому что мы же всегда когда нам плохо надеемся на помощь но не всегда на помощь государства она вот рядом за да договорись вот приготовь документы отправить возможно тебе станет легче ну давайте сейчас поговорим тогда о каждом отдельном этом случае более подробно и начнем наверное с первого которую вы озвучили первое направление это поиск работы самое наверное важно для такой ситуации важное интересное для граждан которые в том числе остались том году без работы к сожалению действительно не каждый на сегодняшний день нашел себе работу новую и по душе скажем так значит что может быть предусмотрено данным социальным контрактом первое это мы можем направить человека на скажем так получение дополнительного профессионального образования либо просто получение вообще новой какой-то профессии который бы впоследствии помогла бы интересно было бы работать дальше а он при этом может стоять например на бирже труда обязательно должен стоять до центре занятости быть признан безработным это в обязательном порядке центр занятости нас тоже предоставляет такую услугу по обучению но к сожалению нет ни такого широкого скажем так спектра как социальный контент нет у них очень мало направления обучения скажем так и какие-то современные профессии которые сейчас востребованы но не всегда они могут направить человека на обучение нашем случае это возможно человек заинтересован у меня недавно буквально была девушка на приеме которая пришла с готовым своим планом она пришла сказал что я хочу отучиться на вот такую-то такую-то профессию у меня есть уже курсы где бы я хотела отучиться они стоят столько-то столько-то после которых меня уже берут на такую-то такую-то работу и у меня будет такой-то такой-то доход прекрасно вообще замечательный вариант человек выстроил для себя план схемку который у нас пошел как раз программу адаптации мы выделили денежные средства на ее образование получения дополнительного образования и платим ей в течение обучений не более трех месяцев скажем так стипендию ежемесячную денежную выплату не более трех месяцев в размере половины величины прожиточного минимума а также ей платится ежемесячная выплата в первый месяц заключения социального контракта и в течение трех месяцев после трудоустройства конечным результатом этого социального контракта является именно трудоустройство чужие договорились и вопрос решили то есть вы предполагаете что при такой работе при таком при такой постановке задачи через три месяца человек в общем то может устроиться на работе тут социальный контракт может заключаться до 9 месяцев до 9 месяцев в течение 9 месяцев он может в течение трех месяцев пройти получение обучения да и потом уже трудоустроится и даже в течение там полгода получаете доходы которые нам потом предоставит как отчетный что он трудоустроился у него такая-то заработная плата которая у нас пойдет дальше в расчет средний душевого дохода а ты такой вопрос неожиданно возник вы все время потом будете за этим человеком ну скажем так следить как у него там двигатели на каком-то этапе он уже ну все все стало хорошо и по порядку оказания такой помощи мы в течение 12 месяцев после окончания социального контракта будем проводить еще мониторинг условий жизни этих заявителей понять если что-то у них не путь не получится и опять рухнет все 5 в общем то ответственности пока никакой законодательством не прописано но человек вправе на следующий год заключить новый социальный контракт о в остальных мероприятиях мы поговорим чуть чуть позже сейчас сделаем небольшую паузу надеюсь что вас заинтересует и вторая часть потому что там есть много других вариантов как работает социальный контракт напомню что в студии у нас елена николаевна плужникова заведующая отделом люберецкого окружного управления социальной защиты населения скоро вернемся напомню что эта программа открытый диалог сегодня на студии заведующий отделом люберецкого окружного управления социальной защиты населения елена николаевна плужникова говорим о новом способе или виде социальной защиты который носит название социальный контракт мы продолжаем рассказывать о мероприятиях на которые в общем то заключается этот самый социальный контракт в первой части мы коснулись возможности появления новой работы то есть поиска работы обучения и устройства на эту работу теперь поговорим дальше какие еще бывают мероприятия так граждане желающие осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность тоже могут заключить на это направление с нами социальный контракт очень интересное направление поскольку государством здесь предусмотрена очень хорошая сумма на мой взгляд это до 250 тысяч рублей да да очень хорошая сумма я уже могу с гордостью сказать что мы вчера заключили первый социальный контракт со молодым человеком который пожелал стать индивидуальным предпринимателем обязательным условием здесь является предоставление бизнес-плана он представил прекрасный бизнес-план по своему образованию которую он имеет который он хотел бы развивать это дизайнерские услуги дизайнер интерьера прекрасный бизнес-план четко построенный план действий по которым мы с ним заключили вот социальный контракт значит эти денежные средства на что можно потратить первое естественно это оплата госпошлины за регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя далее он может приобрести основные средства материальный запас который ему необходимо для ведения этого бизнеса дальше он может скажем так заключить договор на оказание услуг по созданию и продвижению своего интернет сайта по продвижению своих услуг вот на все это что в бизнес-плане будет прописано на то мы можем заключить социальный контракт конечным результатом этого обязательно условия регистрации гражданин в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого здесь тоже это допускается и соответственно получение доходов от своего такого дела но довольно большая сумма тут сразу возникает вопрос глаза горят вот тут наверно очень жесткая будет отчетность то есть к за каждую копейку он должен читаться что куда ушло действительно также в программе адаптации мы пропишем прописываем каждый шаг этого человека что когда в какие сроки он должен сделать оплатить госпошлину подать заявление в налоговую получить регистрационные документы все это предоставляется параллельно к нам в органы социальной защиты сроки обязательно все прописываются и смета тоже на это все составляется но это целый бизнес-проект и тут тоже возникает вопрос а если дед посредине что-нибудь рухнет что-то не зашло не пошло и так далее как-то останавливается все надеемся что у нас ничего не остановится тем более что у нас в городском округе есть в общем то организации которые помогают индивидуальным предпринимателям по ведению этой деятельности поэтому надеемся что и он собственно надеется на то что он раскрутится и его услуги будут востребованы а может он потом получаю уже доход приличный да как за для него уже будем надеяться конечно 250 тысяч рублей это не такие будут большие деньги он может например как-то вернуть и сказать спасибо большое я теперь сам или это не обязательно естественно да это не требуется у нас единственная обязательная скажем так ответственность у индивидуального предпринимателя если в течение срока действия социального контракта он по собственной инициативе закрывает свою деятельность то он обязан вернуть денежные средства в полном объеме то есть если по собственной инициативе он закроет а если все будет продолжаться то есть еще продолжал да опять же возникает вопрос сколько вы за ним будете ну скажем так следить также в течение года после окончания социального контракта мы будем мониторить условия его жизни он будет предоставлять нам свои доходы которые он получает за счет вот этого дела с а если так хорошо раскрутился не уже доходы приличного только радоваться этому будет они будете никаких там процентов требования государстве нет 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 конечно хорошо дальше идем следующую там какое у нас направление следующее это у нас введение личного подсобного хозяйства но я не думаю что в нашем округе это не будет как-то развита поскольку здесь затрагивается сельская местность на которой да скажем так можно что-то делать здесь обязательным условием если человек все-таки имеет земельный участок в московской области в собственности он обязательно должен предоставить правоустанавливающий документ если все-таки да есть такой участок который ему позволит производить сельскохозяйственную продукцию то он также может заключить нами социальный контракт заключается этот контракт на срок также до года и в течение 12 месяцев мы выплачивается сумма величина прожиточного минимума установлена московской области за второй квартал прошлого года 14 тысяч девятьсот сорок один рубль на сегодняшний день это а он за счет этих средств приобретает себе продукцию которую впоследствии он будет перерабатывать и реализовывать тут но не знаю куку и курочек купили яйца потом реализую это вот как только день это дается в течение срока действия социального контракта выплачивается ежемесячная сумма 14 тысяч девятьсот а вот один раз я понял просто это для бизнесменов там какая-то такая другая сумма по-другому тоже выдается скажем так хорошо дальше идем следующее направление это социальный контракт может заключаться на услуги по оказанию содействия в прохождении процедуры банкротства граждан тоже достаточно интересное направление если гражданин или семья имеют долги по кредитам займам коммунальным платежам свыше 500 тысяч рублей в данном случае можно им оказать помощь на прохождении этой процедуры как судебно так и вне судебном порядке социальный контракт здесь также заключается до 12 месяцев и также ежемесячно выплачивается сумма в размере величины прожиточного минимума есть в московской области такие организации которые помогают таким гражданам мы скажем так финансовые управляющие с которыми заключаются договоры на оказание их услуг но собственно эти денежные средства также направляются на вот эти услуги и тогда ставший банкротом у человека немножко проще становится да как когда человек если человека признает все-таки банкротом соответственно с долги его списываются к сожалению конечно же по федеральному закону есть определенная ответственность у этого гражданина в течение пяти лет не может брать кредиты никакие впоследствии да он не может открыть себе и п он не может открыть никак ну никакую организацию но это все в течение пяти лет но тем не менее если долги есть и у нас сейчас есть уже претенденты которые по независимым от них причинам к сожалению не могут выплачивать такие долги и вот надеемся что это социальный контракт поможет так еще какие то есть мероприятия ну вот самое последнее нашей самое востребованное на сегодняшний день это иные называется на иные мероприятия на приобрет на преодоление трудной жизненной ситуации здесь денежные средства могут быть потрачены на приобретение товаров первой необходимости одежды обуви лекарственных препаратов возможно услуг лечения услуг школьного дошкольного образования также контракт заключается сроком от трех до шести месяцев также ежемесячно выплачивается семья сумма в размере величины прожиточного минимума повторюсь 14 тысяч девятьсот сорок один рубль конечно же граждане нам будут отчитываться за потраченные денежные средства путем предоставления нам кассовых товарных чеков квитанции каких-то товарных накладных возможно договоры допустим на услуги обязательно это все будет представляться единственным важным условием мы не сможем заключить социальный контракт на данные мероприятия если мы не сможем заключить эти контракты на поиск работы осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности либо введение подсобного хозяйства но давайте для понимания приведу пример и многодетная семья папа работает мама не работает стоит в центре занятости как безработные в данном случае мы не сможем оказать материальную помощь именно по пятому направлению на иные мероприятия здесь мы сможем заключить социальный контракт только на поиск работы то есть мы будем помогать маме и как и работу на соответственно получение доходов и выведение семьи из этой ситуации если же папа работает мама сидит в отпуске по уходу за ребенком до трех лет то есть у нее перед государством дано реабилитирована скажем так она сидит по уходу за ребенком осуществляет уход за ребенком в данном случае мы сможем оказать помощь вот на иные мероприятия хорошо и тут возникает сразу же вопрос что если так внимательно изучить всю эту историю то людей претендентов нашей большой стране не только московской области их довольно таки много и как собственно люди должны с чего начинать вот шаги до работы в этом направлении что нужно сделать когда они понимают что вот у них такая вот ситуация и вот они может быть выбрали какое-то направление что-то почитали тем более мы же знаем с вами интернет вещь конечно хорошего но там много написано и лишнего как им действовать ну вот мы на сегодняшний день провели и проводим до сих пор очень большую работу по внедрению в массы скажем так этого социального контракта мы производим смс сообщения мы производим обзвоны тех граждан которые уже у нас стоят на учете а также конечно во всех сми мы разместили всю полную информацию на сайте на нашем инстаграмм во всех наших соцсетях все это доступно гражданин имеет право обратиться через региональный портал госуслуг подать заявление на государственную социальную помощь на основании социального контракта после того как мы примем это заявление мы приглашаем человека к нам и начинаем с ним составлять с программу социальной адаптации в которой будем прописывать все мероприятия то есть мы изначально должны понять чем мы можем им помочь человеку и какие мы с ним мероприятия должны пройти провели собеседование определились можем не можем мы помочь что все-таки на что будут потрачены эти денежные средства составляем программу адаптации заключаем социальный контракт начинаются у нас выплаты и соответственно по установленным отчетности гражданин нам уже отчитывается в установленном сроке но тут же такой вопрос возникает голь на выдумки хитра как классики говорили насколько вы защищены от каких-то но нечистых на руку людей которые могут где-то там подделать документы я не знаю еще как то какие-то уголовную ответственность есть которые захотят получить какие-то деньги не имея на них никакого права но мы конечно же работаем всегда с подлинниками документов самостоятельно у всех сотрудников имеется право на заверение документов это во-первых во вторых у нас есть прекрасная возможность нашем программном продукте многие документы запрашивать между ведомственными запросами там уже я думаю действительно подлинные данные должны к нам поступать просто так не проникнуть нет конечно да все документы тщательно проверяются визируются всеми сотрудниками ну и последнее как вот вы считаете как уже на практике столкнувшийся человек с этим социальный контракт и интересная вообще история конечно интересное по мне так вот очень много вопросов со стороны граждан которые бы хотели индивидуально предпринимательство тем более что наша сама президент он очень сильно поддерживает малый и средний бизнес поэтому им сейчас очень много помощи со стороны государства поэтому я думаю что это направление у нас сейчас очень хорошо пойдет да но к сожалению те семьи которые не могут заключить на данное направление социальный контракт я надеюсь что мы им поможем вот иными мероприятиями спасибо большое узнали мы с вами что такое социальный контракт мне кажется очень интересная история попробуйте подумайте и воспользуйтесь если у вас есть на это как мы понимаем право вот еще раз пересмотрите программу если что-то не поняли ну а также вы сюда можете на обратиться и келе николаевне плужника ко всем тем кто работает в этой организации но а гости была заведующая отделением люберевского окружного управления социальной защиты населения елена плужника вам елена николаевна большое спасибо побольше вам такой хорошей работы будем помогать нашим гражданам это была программа открытый диалог с вами был николай пивенко до свидания а